Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова То есть появляются какие-то, ты уже сейчас проговорил, некие критерии. Критерии, скорее всего, о том, что ты говоришь, он какой-то известный, популярный, или его больше знают в определенных кругах, или еще. Но возникает вопрос, не только, важно ли тебе иметь помощь и бренд, но и зачем. Но я тебе сначала отдам ответ на твой вопрос. Ты сказал, что ты думаешь, что у тебя его нет. Задам еще один вопрос Когда ты звонишь другому Любому знакомому тебе человеку И у него на экране высвечивается Твоя фотография и имя Он сразу понимает, кто ты Значит, твой бренд есть И он у тебя есть с самого рождения Как только тебе дали имя Вопрос другой Управляешь ли ты своим брендом Или даже более профессионально Управляешь ли ты восприятием, которое оказывает твой бренд Вот этот, наверное, вопрос, мне кажется, был бы более точным Вот сейчас мы перейдем к предпринимателю Предпринимателю нужно развивать личный бренд? Смотри, если предприниматель Создает что-то Связанное со своим именем Как ты думаешь, нужно или не нужно? Конечно, нужно А если у него магазин, условно говоря, молоко и кефир То какой бренд важнее ему как предпринимателю развивать? Молоко и бренд, конечно Смотри, у нас появляются уже критерии Не только как, что такое личный бренд Но и то, и зачем То есть личный бренд это инструмент в первую очередь Инструмент для того, чтобы И тут очень важный цупает элемент А для чего? Какой список задач ты хочешь решать? Какой бы ты хотела решать список задач личного бренда? Наверное, надо сначала мне понять Какой деятельностью я занимаюсь, естественно Вот, класс! Давай так, ты прекрасный корреспондент Интервьюер Который работает на одной из ведущих телекомпаний Ямала Или самой ведущей, да? Какой бренд, ты считаешь, для тебя должен быть? Ну, наверное, все-таки не как ведущая А, наверное, той телекомпании, в которой и работают все-таки А давай попробуем наоборот Смотри, что будет лучше? Твой сильный бренд внутри компании Или просто сильный бренд компании? Ну, наверное, все-таки, правда Мой личный бренд сильный внутри компании Супер! Технический интервьюер Которому хотели попасть все звезды Вот сейчас, вот раз уже взяли пример, да? И все-таки, какую некую инструкцию Мы, наверное, сейчас и расскажем Мы, по сути, ее уже рассказали Давай ее попробуем просто приземлить Да-да-да Первый вопрос, зачем? Зачем? Да, то есть, зачем мне личный бренд? Зачем нам личный? Давай предприниматель Например, да? Предпринимательница создала и открывает свой магазин Например, одежды, да? Как ты думаешь, что важнее? Она или магазин? Ну, вообще, на самом деле, магазин Но, с другой стороны, она Потому что... Как лицо этого магазина Да, этого магазина, конечно Потому что у нас же есть же владельцы магазинов Да, когда они называют своим именем Все мировые известные бренды Дом одежды, мы их всех знаем, да? И это было для них важно Тогда мы, как только ты поняла, зачем Ты набираешь набор инструментов Например, если предпринимательница Условно говоря, создает магазин женской одежды Ей нужна мужская аудитория? Нет, конечно Почему? Хотя, кто будет восхищаться этими красивыми образами Женщины? Правильная жена подойдет к мужчине и скажет Слушай, я так давно не была в этом магазине И он понимает, что это дорого Это качественно Но жена будет выглядеть, как красотка Да И поэтому этот бренд тоже нужен, да? Значит, каким... Но месседж женщинам и мужчинам бренда Должен быть один и тот же Нет Разный Опять же, такой, который заложен предприниматель То есть, изначально мы все-таки идем от бизнеса Ну, разделим, да? Я, например, бизнес-коуч, консультант Мне важен личный бренд Люди покупают меня Тебя не покупают Покупают телекомпанию, в которой ты бренд Но хотят попасть на интервью к тебе Чувствуешь? Разные цели Да Разные задачи Разные инвестиции Опять же, вернемся к предпринимателям Если предпринимателю нужен бренд Он понимает, сколько стоит его бренд А сколько стоит его бренд Сколько ему готовы платить За то, будет его имя там или не будет Самый дорогой бренд это Coca-Cola Он стоит там бесконечно Просто две буковки, два слова, да? Никому когда-то там неизвестны, да? Вот в России Вот какие первые тебе на ум приходят бренды личные? Вот давай про российских предпринимателей Какое-нибудь имя? Возьмем ямальский Давай Знаю его прекрасного предпринимателя Например, Вячеслав Егоров Прекрасно Вячеслав Егоров, да В кафе, в котором мы находимся Слава продвигает себя или кубик Или свою кофейню Он продвигает себя Потому что у него несколько направлений О, классно Смотри, еще один критерий Когда у тебя несколько бизнесов Тебе продвигать один бизнес ущербно Потому что ты стоишь как табуретка на четырех ногах Ты будешь продвигать одну, три остальные завалятся Тогда ему важен вот этот консолидатор Я, Вячеслав Егоров Владелец и самый человек, разбирающийся в кофе лучше всех остальных Вот это классно И тогда, соответственно, среди кого он, опять же, инструментарий Куда и зачем? Два простых вопроса Среди тех, кто любит кофе Среди тех, кто еще кофе не пьет Но очень он хочет, чтобы не пили, чтобы его выручка увеличилась Что еще ты думаешь, может дать тебе личный бренд? Ну, прибыль мы уже проговорили, да? Прибыль, да, есть Ну и расширение бизнеса своего Направлений, территории А может быть и вообще за пределы страны А как тебе на то, что создание личного бренда Позволяет тебе выйти за рамки своей собственной физической оболочки И остаться в истории больше, чем ты есть как человек Ведь имя тоже же значит Да Ведь когда мы что-то создаем Мы хотели бы, чтобы после того, как нас не станет Кто-то бы вспомнил, что был такой предприниматель Который замутил кофейную историю на Ямале Или магазинская одежда Или магазинская Когда-то тут вот создались такое Поэтому личный бренд есть, во-первых, давай так У каждого И у тебя, и у меня Управляем или не управляем? Вопрос Зачем нужен или не нужен? А когда ты отвечаешь на вопрос, зачем Ты понимаешь, начинаешь уже считать Дальше начинается, как обычно, моя прагматическая экономика Сколько стоит продвижение твоего личного бренда? Соотношение с тем, сколько зарабатывает твой бизнес Отвечая на эти простые вопросы Ты поймешь, нужно ли тебе стоит твой личный бренд Да, вот как раз по поводу управления все-таки, да? Тут, наверное, самому научиться понять, как управлять личным брендом сложно Тут нужен обязательно специалист, который умеет И да, и нет Научит И да, и нет Смотри, что такое деньги? Давай начнем с простого Если ты примешь, у тебя есть деньги Это тоже инструмент Инструмент Что ты можешь купить за деньги? Единственный ресурс, который не накопляется, время Если ты понимаешь, что твое время гораздо дороже, чем самому Ты просто покупаешь услуги специалиста, который тебе поможет Вообще сегодня дорого развивать, управлять, научиться управлять собственным брендом Разработка логотипа и всего этого Идентика Ну да Гораздо всем очень понятное слово «репутация» Да Репутация – это одна из важнейших характеристик личного бренда Например, есть подпорченная репутация То есть это то же самое Управление брендом – это управление своей репутацией И цена здесь, она, ну, уже ты за цену не представляешь Если ты хочешь, то твоя репутация была действительно там очень мощная Сильная, которые шли и покупали именно твое И сегодня набирает популярность все-таки, да, это направление? Желание научиться управлять личным брендом Мне кажется, да Знаешь почему? Потому что мы вдруг случайно в связи с введением интернета и социальных сетей Оказались среди уже 7 миллиардов людей Нет никаких границ 8 миллиардов людей 8 миллиардов людей Мы перевалили же эту цифру Знаешь, ты жил в рамках России, а ты сейчас 8 миллиардов Чтобы тебя заметили, ты должен чем-то выделяться Выделяться ты можешь своим личным брендом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok